Дело будет закрыто на основании невменяемости Пермякова Логотип Дело будет закрыто на основании невменяемости Пермякова Первый армянский информационный Армения Сирануй Шпапян Апфото Пэнфото Вахан Степанян В конце прошлой недели в российских средствах массовой информации распространились сведения о том, что по делу Валерия Пермякова будут привлечены к ответственности 52 высокопоставленных чиновника различных инстанций, которые признали Пермякова годным к военной службе Более того, в Чите уже возбуждено три уголовных дела в отношении врачей 321-го военного госпиталя Представитель правоприемников семьи Аветисян, руководитель Войнадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сокунц в беседе с Первым информационным, комментируя проблему, отметил, что распространение такого заявления со стороны официальных представителей российской стороны Уже свидетельствуют о том, что излишне говорить о сотрудничестве со следственными органами Армении Несмотря на те заверения, что между следственными комитетами Армении и Российской Федерации было заключено соглашение о сотрудничестве, в противном случае, нужно думать, что Следственный комитет Армении, по крайней мере, знал об этих шагах российской стороны и молчал, что маловероятно Кроме того, по мнению нашего собеседника, по сути, своими заявлениями российская сторона показывает, что ни в коем случае не допустит, чтобы Пермяков оказался в суде, и правоприемники Аветисянов и представители правоприемников имели возможность задать вопросы и осуществить судебное расследование По его убеждению, судебный процесс по факту террористического акта в отношении семьи Аветисян не состоится, согласно версии российской стороны, и дело будет закрыто на основании невменяемости Пермякова По сути, создаются довольно серьезные основания для подозрений в том, что это дело останется нераскрытым Проблема в том, что, как мы всегда отмечали, в деле убийства членов семьи Аветисян отсутствует мотив Российская сторона, по всей вероятности, видя, что не может придумать никаких разумных, логичных мотивов, нашла наилучший вариант, чтобы вообще закрыть вопрос мотива, признать Пермякова невменяемым, и, следовательно, закрыть дело, пусть и посредством привлечения 50 человек к ответственности, добавил Артур Сакунц Что касается позиции армянской стороны, то, по словам Сакунца, требования будут предъявлены на следующей неделе Могу сказать, что в данный момент вопрос ответственности правоохранительных органов Армении, прокурора и следственной группы становится приоритетным Комментируя заявление председателя Северокавказского окружного военного суда Михаила Птицина о том, что дело Пермякова может расследоваться в Ростове-на-Дону, Сакунца отметил, что это заявление больше относится к следственному органу генерального прокурора Армении, который неоднократно публично заявлял, что якобы Пермяков предстанет перед судом в Армении. Уже заявления председателя российского суда свидетельствуют о том, что так не будет, или нет такого намерения, и это просто вызов правоохранительным органам Армении, которые до сих пор не применили в отношении Пермякова меру пресечения, подписку о невыезде, или арест. Это означает, что армянская сторона, в лице своих следственных органов, не имеет никаких правовых обоснований относительно вывоза Пермякова с территории Армении, чтобы представить российской стороне, в связи с необеспечением справедливого судебного процесса, объективного и многостороннего расследования, в плане рисков ответственность ложится на генерального прокурора Армении и Следственный комитет Армении. По мнению представителя правоприемников Аветисинов-адвоката Ерема Саркисяна, еще рано думать, что эти шаги однозначно направлены на освобождение Пермякова от ответственности, потому что сначала должен подтвердиться этот факт. Никого не привлекают к ответственности по слухам, для этого нужно возбудить уголовное дело. Но здесь, по его словам, есть и второй вопрос. Не обязательно, чтобы он был невменяем, чтобы каких-то людей привлекли к уголовной ответственности. Возможно, он психически болен, или умственно отсталый, и это обязаны были заметить компетентные органы, и не призвать в армию, но эта психическая болезнь еще не является основанием для невменяемости. То есть, в момент совершения преступления не может привести к невменяемому состоянию. А то, что действия Пермякова, или то, что нам известно, абсолютно не свидетельствуют о невменяемом поступке, по крайней мере, на первый взгляд, можно выразить такую позицию. Конечно, должно быть подвергнуто глубокому анализу. Во-вторых, в дальнейшем, если эти дела будут объединены, или же у нас будет назначена экспертиза, в любом случае, у нас будет право опротестовать, и представить новое ходатайство о проведении повторной экспертизы с нашим участием. А также можем ходатайствовать, чтобы наши эксперты тоже участвовали в экспертизе, и тогда уже дело будет подвергнуто более глубокому анализу. Действия Пермякова, во всяком случае, были осознанными. Комментируя заявление Птицина, Ерем Саркисян отметил, что речь идет не о суде в Ростове-на-Дону, а о Южно-Кавказском окружном суде, который имеет свой офис на территории военной базы в Гюмри. По его мнению, должностное лицо, о котором было сказано, абсолютно неуполномочено говорить, где будет расследоваться уголовное дело, но заявление логично в том смысле, что если российская сторона, в конце концов, не предоставит дело производства армянской стороне, естественно, суд должен расследовать дело в порядке территориального подчинения. По словам адвоката, у них есть сведения, что Пермяков подвергается экспертизе. Если вдруг для потерпевшей стороны результаты экспертизы покажутся сомнительными, мы однозначно попытаемся добиться повторной экспертизы, чтобы обеспечить наше участие с помощью наших экспертов, подчеркнул Ерем Саркисян. В Гюмри, где дислоцируется 102-я российская военная база, 12 января была убита семья Витесином из шести человек. Раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. В совершении преступления подозревается российский солдат-срочник Валерий Пермяков. Он был задержан и признал свою вину. Оригинал публикации. Опубликовано. 5 марта 2015 года. 16.30.